Уже в это воскресенье Ержан Максим выступит в финале детского Евровидения. Казахстанские зрители смогут увидеть трансляцию в прямом эфире на телеканале Хабар. И вот как выглядит воскресная программа нашего телеканала. В 19.30 начнется программа «Житэкон», а с половины девятого вечера спецпроект посвященный «Джуниор Евровижен». Сам песенный конкурс стартует в 9 вечера, а в 23.45 в эфир выйдет программа «Большая неделя». И независимо от того, где вы находитесь, можно голосовать уже в ночь с 22 на 23 ноября в час ночи на сайте Junior Eurovision TV. Выбрать из списка Ержана и еще двух участников, нажать на кнопку «Принять голос». Голосование закроется незадолго до концерта в воскресенье 24 ноября. Затем онлайн-голосование снова откроется на 15 минут, когда все песни будут исполнены. На титул победителя претендует 19 сильнейших вокалистов Европы и не только. Как идет подготовка к детскому Евровидению, расскажет моя коллега Шолпан Наймамбаева. Она на прямой связи со студией. Шолпан, вам слово. Добрый вечер, Олибек. Мы буквально накануне прибыли в Польшу, но уже успели окунуться в эту невероятную рабочую атмосферу. В данный момент мы находимся в Баббл Руме. Это огромное помещение, где конкурсанты могут беседовать друг с другом, пить кофе, смотреть за выступлениями других конкурсантов. Здесь же находятся и гримерки. Давайте совершим небольшое путешествие. Обратите, пожалуйста, внимание на флаги. Здесь у нас находится Украина, Нидерланды и Испания. Сейчас я хочу вам показать личную комнату Ержана Максима. Вот у нас Испания, вот у нас Россия. По традиции рядом с Казахстаном у нас Италия, Мальта. Давайте еще немного ускоримся. Вот, собственно, личная комната Ержана Максима. Обратите внимание, наши флаги и множество насыщенных красивых фотографий Ержана Максима. Но, к сожалению, с Ержаном мы сейчас не можем побеседовать. Он сейчас отдыхает, но это только сегодня. На самом деле он усиленно готовится по 6 часов в день. Я хочу сказать, что номер очень у него красивый, насыщенный, но очень сложный. Буквально вчера мы видели, что он трижды репетировал, то есть по три раза, по три прогона. Поэтому мы желаем ему удачи. Все в него верят. А я хочу напомнить, что всего Junior Eurovision в этом году участвуют представители 19 стран. То есть это не только по традиции европейские страны, но это и Австралия, и Казахстан. И, кстати, Ержан Максим представляет не только Казахстан, но и весь тюркский мир. Накануне мы беседовали с Ержаном. Он смотрел выступления других участников и отметил сильнейших. Среди них конкурсантка из Португалии. Давайте послушаем ее мнение о Ержане и его номере. Мне очень нравится песня Ержана и его классический стиль исполнения. Я считаю, мы все достойны здесь находиться. Мне здесь очень-очень нравится. Ранее я участвовала в конкурсах в Италии и Польше. Но я никогда не думала, что буду выступать на таком серьезном конкурсе. Я желаю всем удачи. А я добавлю программу с сегодняшнего дня не менее насыщенная. Конкурсанты вовсю готовятся. Через час состоится репетиция финальной песни, то есть конкурсантов, которую они исполнят 24 ноября здесь на Гливице-арена. У меня пока на этом все. Алибек, вам слово. Спасибо, Шолпан. Я напоминаю, на прямой связи с нами из Польши была моя коллега Шолпанна Имамбаева.